Здравствуйте, уважаемые ученики, покупатели моих видеокурсов, подписчики моей рассылки и все, кто меня знает. Меня зовут Тимофеев Александр, я являюсь потомственным партнером четвертом поколении и вот уже на протяжении многих лет я обучаю всех желающих искусству кройки и шитья одежды. Сегодня я хочу вам ответить на вопрос, который вы очень часто задаете мне в письмах. Как рассчитать расход ткани на то или иное швейное изделие? И вот я вам хочу сегодня рассказать про один способ, которым я пользуюсь постоянно, он очень удобен и не требует больших затрат. Для этого, чтобы пользоваться этим способом, вам необходима так называемая линейка закройщика. Вот так вот она выглядит, в различных цветов она бывает. Вот, здесь прямо написано на этой линейке, линейка закройщика, прямо вот на ней написано. Продается она в магазинах рукоделия, где продают нитки, иголки, кружева, мулине для вязания, клубки. Ну, вы поняли, что это за магазины. Во многих магазинах есть, во многих городах есть, я вот всегда обращаю внимание. Поэтому ее найти очень легко. Когда мы учились, таких линейок не было, мы делали своими руками и пользовались. Вот. Зачем нужна эта линейка? Здесь каждый сантиметр разделен на четыре части. Получается, что масштаб один к четырем. Вы создаете выкройку, которая в четыре раза меньше, чем выкройка в натуральную величину. Вот так выглядит лиф, который я начертил по снятым меркам взрослого человека. Вот так вот он выглядит в четыре раза меньше. Для чего я это сделал? Теперь с помощью вот этих двух чертежей я смогу моделировать, во-первых. Посмотреть, сколько у меня ткани уходит на эту модель. Затем пойти в магазин и уже приобрести ткань, исходя из предварительных расчетов. Также вы можете покроить брюки, создать вот лекало брюк в четыре раза меньше, юбки, рукава и уже рассчитать ткань перед тем, как пойти в магазин. Вот я вам сейчас продемонстрирую на доске. Вот у меня здесь вот такой вот прямоугольник. Что он означает? Вот смотрите, здесь написано, видите, метр, два метра, два метра, тридцать сантиметров. Вот я этой линейкой здесь начертил. Вот отмерил сто сантиметров, поставил один метр. Еще сто сантиметров установил тут два метра. И еще тридцать там, два тридцать. А здесь семьдесят пять. Потому что сейчас в основном ткани полтора метра. Если их сложить в два, будет семьдесят пять сантиметров. И здесь вот как будто это сгиб ткани. А вы можете взять газету, обои, ватман, миллиметровку, кальку. И на кальке начертить такой же прямоугольник по этой линейке. Теперь я беру выкройки. Вот у меня эти выкройки лифа, которые я вам только что показывал. Я вот их вырезал. Как будто я хочу сшить блузку вот с такой вот выточкой. Я беру и прикладываю их сюда, к моей ткани. Вот смотрите, везде, ну, здесь оставляю на шов. Там определенное количество сантиметров. Вот, я прикладываю и вижу, что у меня по ширине проходит. Вот, видите, здесь на шов я потом добавлю вот по боковому шву. Здесь добавлю на шов. Ну, проходит у меня. Если бы это было расклешенное платье, то вот от линии бедер у меня бы вот так вот здесь расклешение было. И вот здесь тоже бы расклешение. Я бы вот посмотрел. Ага, хватает. Или, может быть, валетом положить. Значит, мне ткань нужно купить такую, которую можно кроить в обе стороны. Ну, потому что вот если цветочки направлены только в одну сторону вот так, то вы не можете расположить валетом, потому что у вас будет спинка цветочки наверх, а полочка цветочки, например, вниз. Вот. Затем, очень удобно при таком вот раскладе, например, вот вы делаете юбку ГАДЭ. Вот она, шестиклинка или ГАДЭ. Видите, внизу она расклешается. Тоже очень удобно. Вы берете, прикладываете сюда, к этой нашей ткани, эту выкройку. Вот. И смотрим, сколько ткани мне потребуется. Вот, видите, вот у меня первая вот выкройка. Такая вот она. Затем я сюда прикладываю вот вторую. Вот, ага. У меня хватает здесь ткани. Вот, видите. Это все в натуральную, ну, как бы вот в масштабе. Так же у вас будет происходить и когда вы будете кроить уже по естественным меркам, уже не в масштабе 1 к 4, а в натуральную величину. Вот. Эту здесь вы можете так-так приложить, да, и посмотреть. Значит, для покроя этой юбки, вот, мне 2 метра хватит. Здесь вот еще пояс я потом вырежу. Вот такая вот история с этими выкройками. Или вот еще, например, вот брюки у меня здесь, да, ну, то же самое, уже одно и то же это. Вот я беру брюки, прикладываю сюда. Вот. Это у меня задняя половина, это у меня передняя половинка. Вот. Я смотрю, что у меня брюки по ширине ткани проходят. Вот. Значит, мне нужно купить 1 метр и где-то вот 20-30 сантиметров еще дополнительно. Почему нужно покупать дополнительно 20-30 сантиметров? Во-первых, здесь мы будем кроить пояс, может, мешковины карманов. Вот нам нужна эта ткань, да, здесь. Вот. Во-вторых, при покупке ткани вам могут отрезать криво. И когда вы будете складывать ткань, у вас здесь может быть вот так вот, ну, вот нижний край будет выступать, а верхний край будет вот так вот здесь. И поэтому вот этот кусочек вам придется срезать. Поэтому всегда покупайте на 10-20 сантиметров больше ткани. И еще одна ситуация. Вот, например, выкройка юбки полусолнца. Видите, здесь она вот так вот прикладывается. И мы видим, что здесь не хватает нам ткани. Но юбку полусолнца обычно края, когда ткань у нас вот так вот разложена в один слой. Вот я беру, вот так вот рисую. Теперь у меня, видите, полтора метра вот здесь вот, полтора метра. И я прикладываю нашу выкройку. Смотрю, что мне хватает. Вот по ширине даже вот остается. И уже вот смотрю, сколько мне нужно ткани здесь будет, да. Видите, только на построении вот одной части у меня уходит, ну, здесь 30 сантиметров и метр. Вот метр 30, где-то полтора метра, значит, я должен взять 3 метра, чтобы покроить юбку полусолнца вот на эти мерки, уменьшенные в 4 раза. И таким же образом вы вот создаете выкройки различных моделей, юбок, платьев, брюк, там, рукавов. И когда у вас все выкройки уже готовы, вы вот так вот прикладываете и смотрите, сколько ткани вам потребуется. А поможет вам в этом вот эта вот линейка, которая называется линейка закройщика. Также вот с помощью этой линейки очень удобно учиться моделировать. Вы создаете вот так, как бы основу лифа базовую, вырезаете, закрываете здесь выточки, разрезаете, что-то добавляете. Очень удобно с помощью этой линейки сначала на маленьких выкройках попробовать создать модель, а затем уже перенести ее на большую выкройку, раскроить, посмотреть, что получилось. Вот, пользуйтесь данной линейкой и все у вас будет прекрасно. Вы всегда будете знать, сколько тканей вам потребуется для пошива той или иной модели. Я благодарю вас за внимание. С вами был ваш потомственный портной Тимофеев Александр. До новых видеороликов. Субтитры сделал DimaTorzok